Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. Ну что, ребят, у нас с вами разбор полётов. Мало того, что наша Уралочка подвела свою подругу, да, и не прорекламировала магазин цветов в канун праздника, чтобы люди скупили все цветы, так она ещё спалилась на одном очень-очень интересном моменте. Помнится нам наша Марьянмочка стала мусульманкой, не ест она свининку, хотя уже сама призналась однажды на ярмарке, что сала не купили, да, и видели мы, как Сафарик был в ожидании, когда же ему отрежут шикарный шматолк сала. Но она продолжала настаивать на своём. Свининку нет, нет, ни в коем случае нет. У меня муж не ест свинину, я тоже не ем свинину, но иногда, но иногда поглядываю. А оказывается, не поглядывает, а ещё и покупает и палится на этом. В общем, после магазина с цветами Уралка и Сафари, как мы видели, попёрлись в мясной магазин. Уралочка неспроста показывала нам свинину, хотя приговаривала, что кому может интересно. Вы знаете, в первую очередь интересно было Уралочке, да, а не кому-то. Ну, кому интересно там, ну, цены, какая разница, в ревду кто-то попрётся за свининой. Ну, смешно, правда же? Ну, она заострила внимание на говяжьем мяске, купила его, показала его, но не показала нам, что купила свинину. А я более в чём уверена, что она была тоже куплена. Сейчас расскажу, почему. Уралочка и в магазине показывала, и дома продемонстрировала покупку. Это чрева 5 метров. Оболочка натуральная, да, чтобы приготовить купаты, колбаски. И не показывала она её близко. Баночками потрясла, похвасталась, но думала, что никто этого не заметит и никто не обратит на это внимание. Смотрим внимательно. Я увеличила по возможности. Мы видим что? Мы видим свинку. Чёрное маленькое изображение, дабы сравнить с баночкой, которую я нашла в гугле. Да, что это за оболочка такая, ребят? Внимательно смотрим, видим свинку плохо, но здесь мы видим в квадратике тоже свинку. Здесь уже свинка видна получше, правда же? Здесь видна свинка получше. Там такая же свинка. То есть Уралочка купила натуральную оболочку для колбас. Чрева свиные 40-42 сантиметра, 5 метров. Хотя есть черева не свиные, есть черева и говяжьи, есть черева и бараньи. Вот смотрим внимательно. Вот это как раз-таки черева свиные. Да, именно свиные. Так и указано. И мы видим в прямоугольничке чёрном свинку. Точно такая же свинка, как у Уралочки на баночке. Да. Ну, а следующую, смотрите, там уже немного другая баночка. Да. И это уже другая оболочка. Это уже не свиная оболочка, а как раз-таки баранья. И нарисован барашек. Дальше, ребят, черева говяжьи. Тоже 5 метров. Ну, по-другому выглядит тоже баночка и этикеточка. И кто нам будет рассказывать сказки про белого бычка, а? Кто нам будет рассказывать сказки, что Уралочка и Сафарик не кушают свинину? Это кому говорит интересно? Показываю вам свинину. А сама прикупила. Я более чем уверена, ребят, что она и со свинины, с курицей будет делать эти купаты. Хотя, вы знаете, посмотрев мой видеоролик, возможно, у них там всё изменится. Но, возможно, уже впрок всё отснято. Я тоже, вон, думала, что у них там будет пир на весь мир, да? И они закажут роллы, пиццу. Но ничего мы с вами этого не увидели. Хотя ещё всё впереди. Они же впрок клепают видосы, а потом выкладывают фиг, поймёшь, как и в какой очерёдности. Так что наша Уралочка в очередной раз спалила своего муженька, который якобы мусульманин, свинину не ест, ну просто никак. Но, да, выжарки когда-то, она говорила, свиные добавляет, помните, и сафарик фукнул. Это было когда они, по-моему, пельмени лепили. Далее на ярмарке спалилась, да, с покупкой сала. Причём сама призналась, я уже рассказывала вам прям по пунктам и указывала места, где она это говорила. Чтобы потом не говорили, что я фантазёрка. Ну а сегодня вообще выдала. Прикупила черева свиные, показала их и думала, что бабулечки, подписчицы, конечно же, не будут рассматривать, ничего не увидят, ничего не заметят. Похвалят Уралочку, что она хозяюшка, что решила купать и приготовить колбаску домашнюю. Прям ручки золотые. И да, наверное, не ожидала, что всё это дело можно рассмотреть. И Уралочка купила свининку. Ну это тоже же свининка. Как ни крути, черева, оболочка свиная. Значит, свинина. И кто нам будет говорить про то, что сафарик и Уралочка не едят свинину? И я не думаю, ребят, что сафар не прочитал, что там написано. Читать-то он в конце концов умеет. Да и думаю, что свинку и барашка и коровку он может различить. Поэтому, видимо, нравится им обоим. Нравится свинина. Ну а как же? А как же не любить свинину? Сафар, ну вкуснее же, правда, нежели говядина, курятина, баранина, раз Уралочка вон её так часто покупает. Только вот зачем врать? Нет, я всё понимаю, ребят. Я всё понимаю, что очень многие таджики, узбеки, которые приезжают в Россию, да и в Беларусь, да куда угодно, они, конечно же, кушают, едят свинину, сало, там свиные сосиски, свиную колбасу. И, знаете, я не удивляюсь этому. Я не удивляюсь. Это они у себя на родине, якобы только коровку, да барашка, да курочку. Но кричать так громко, что Уралочка, что Сафар, что мы не едим свинину, я вообще Марьямка, мне вообще её тоже есть нельзя. И поэтому я рыбку, курочку и говядину. Главное, как она показывала эту говядину. Причём, опять же, получается, наврала, что не могут добраться до балкона, там ноль, да, и они всё никак не доберутся. Всё никак они до мяса не доберутся. Всё у них там завалено под этим мясом, что овощи достали, а мясо, ну вот, получается никак, что пришлось аж купить огроменный кусок, да. И спалилась, спалилась Уралочка на вот этой вот натуральной оболочке из свинины. Слушайте, может, Сафарик и не знает, хотя я сомневаюсь. Просто я вспоминаю тот видеоролик с ярмарки, где он стоял возле этого сала в ожидании, когда отрежут хороший кусок, и Уралочка потом всем заявила, что сальцы они тоже купили. Ну, поэтому, ребят, ну, что здесь скажешь, что здесь скажешь. Просто враньё это так надоело. Ну, едите вы эту свинину, ну и ешьте. Но не трындычите бесконечно об этом, а потом получается, что врёте и палитесь. Короче, очередное палево от Уралочки. Так и хочется кричать. Караул! Уралочка Сафара кормит свининой. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.